Сергей Данилов, заместитель директора Центра Ближневосточных Исследований, с нами прямо сейчас на связи. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Так вот, по поводу цитаты, просто не совсем могу употреблять это слово в эфире. То, что в России можно, мы не можем. В России можно, да. Минутка правды. Там на российском ТВ был эксперт Минобороны РФ проговорился в прямом эфире. Он думал, что микрофон еще не включили и выдал всю правду про иранские дроны, которые используют российские оккупанты. Тут я цитирую просто. Российские оккупанты в Украине. Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских. Потому что это классика историй. Пятая точка человека есть, я вот заменю. А слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают, добавил представитель Минобороны Российской Федерации. Но, казалось бы, а что же вам еще надо из доказательств, если фактически в прямом эфире Минобороны сознается в том, что используют иранские дроны? Кто теперь будет это отрицать? Иранцы будут отрицать, и Россия будет отрицать. Главное же юридическое оформление этого процесса. Чего боятся иранцы? Они боятся, что они попадут по полной программе за нарушение резолюции ООН. И расследование, которое ООН инициирует, это именно расследование. Почему ООН? Потому что это ООНовский документ. И там прямой запрет. Россия решила, пообещала, вернее, Ирану, что она их прикроет и не допустит такого расследования и такого подтверждения. Теперь они... Это стандартная российская практика. Так подмигивая, говорить неправду, нас там нет, помните. Но одновременно это стандартная иранская практика. Тоже отрицать всякое свое участие в войне в Йемене, например. Там нет, а еще и вы все врете. Но это уже другая история. Вот я смотрел сейчас сводку по информации по вот этим вот дронам на портале Аль-Джазира. Тут тоже интересно подаются выдержки из последних заявлений. То, что сказал Владимир Зеленский, очень, кстати, яркая фраза. Он прокомментировал это так, что... Сейчас в быстром переводе. Тот факт, что Россия обращается к Ирану по такому вопросу, передачи дрона, говорит, о абсолютной военной и политическом банкротстве этого государства. Ну и далее еще одна цитата от представителей Соединенных Штатов, спикера Веданта Паттеля, который сказал, этот альянс между Россией и Ираном практически какой-то феномен, на который мир должен очень пристально обратить внимание, потому что он несет очень большую угрозу. Два государства, которые политические военные банкроты, оба под жесточайшими санкциями, но они объединились. Вот из этих двух информаций, которые еще зачитала, что мы можем ожидать? Почему так пристально рекомендуют обратить внимание на этот альянс, американская сторона? Потому что этот альянс усиливает обе стороны. Потому что благодаря тому, тем связям, контактам, опыту пребывания под санкциями, у Ирана налагоджение... Как по-русски? Улучшение. Иран создал коррупционные, криминальные каналы получения элементарной базы для своей ракетной программы, для программы беспилотников. У него не только БПЛА, но и морского базирования беспилотники. И это довольно действенная рабочая схема, по которой он получает под санкционные товары. И России еще придется учиться, как жить без этой элементарной базы, в частности, используя каналы, которые есть у Ирана. С одной стороны. С другой стороны, у России есть собственные разработки, которые могут быть очень интересными для Ирана. Это, прежде всего, истребитель, МиГ-35, иранцев. Она не пошла, это программа своего истребителя. И это атомная программа. Я не удивлюсь уже ничему и тому, что Россия будет участвовать в создании иранской ядерной бомбы, например. Если говорить о более приземленных вещах, мы вот с тобой вчера вспоминали про количество зерна, которое Украина поставляет именно в Иран. Иран, да. И тут вот ввиду этого альянса, как вы говорите, окормить Иран тоже будет Россия, ну, в данной ситуации, раз уж так, объединяться, друг друга поддерживать под санкциями. Ну да, ну да. Но Россия тоже большой экспортер зерна. И она может заместить там для Ирана украинский рынок, украинские поставки. Ну, иранцы будут использовать Ливан и те страны, которые, ну, она по факту контролирует, особенно Ливан. И через Ливан украинское зерно может попадать в Исламскую республику Иран, даже если мы разорвем с ними дипломатические отношения. К тому надо следить за руками и пить по рукам. Как известно, в Ливан и в Сирию приходило уже краденое зерно с юга Схерсонщины, которое оккупанты украли и через Крым вывезли. Говорится, так они же... А вы посмотрите на 2015 год после ядерной сделки. Вот как раз тогда и создалась возможность получить технологии для... Потому что я говорю, ну, 20 лет под санкциями, да, производят каким-то образом и беспилотники Камикадзе, и ракеты, которые теперь еще Россия может применять, может применить, закупить и применить против Украины. Но хотелось бы понять, да, 2015 год, разобрались с ядерной сделкой, отмена обогащения урана взамен на... А кто поставил все-таки технологии? Раз, что они могут создавать ракеты стратегические, которые можно запускать на 300 и 700 километров. Откуда? Кто дал технологии? Ну, технологии никто не давал. Технологии они крали, либо покупали. Есть... Вот по ракетной программе, например, участвовали в ракетной программе левийцы при Каддафе. Они... Они точку тогда привезли свою. И Северная Корея. И корпус вортовых... Корпус стражей исламской революции бегал по всему миру и покупал, либо крал секретные технологии у европейцев и американцев. Одновременно занимаясь модернизацией вот этих вот ракет, которые производились в Северной Корее, либо в Ливии, либо которые Советский Союз поставил в Ливию. И это такой черный интернационал, где и мафия, и наркобароны, и корпус стражей исламской революции, и несколько стран-изгоев, которые помогают друг другу. Плюс они массово отправляли студентов учиться на соответствующие специальности во все страны мира, в частности в Украину. И учились у нас на соответствующих факультетах. И как в одном интервью сказал бывший наш посол в Иране, по факту эту программу авиационную создала им Украина. Тем, что обучала студентов, тем, что они проходили практику. Ну и не надо недооценивать самих иранцев. Кроме кражи технологий и подкупа, они смогли сконцентрировать усилия и ресурсы. И создать несколько довольно мотивированных, в первую очередь, коллективов, которые занимались постоянной модификацией всего, что к ним попадало, либо того, что им удавалось украсть. Я еще раз перейду немножко вот таким, скажем так, не военным обсуждением иранских дронов, а более глобальной ситуации, которая может изменить дела текущие. На том же портале Аль-Джазира, и, соответственно, за этим следят все международные СМИ, то, что продолжается сейчас в самом Иране, жестокое подавление протестов, читаю я в Иране, уже пятую неделю, не может помешать людям протестовать. Девушка, смерть которой, из-за которой вышли люди на улицы, стала иконой. И привела к самым масштабным за последние годы антиправительственным протестам. И под заголовком, что это может изменить коренным образом ситуацию в стране, выходит много статей в последние сутки. Как вы думаете, мы все говорим там об альянсе, о материальном обмене, кто кому зерно, кто кому ракеты, но ведь вот эта история может коренным образом изменить ситуацию в Иране или нет? Ну, в самом начале протестов я был очень скептически настроен и считал, что шансов нет. Это далеко не первый протест, далеко не первый массовый протест. Если сейчас там около 300 человек жертв, то в 17-19 годах, предыдущая фаза протеста, там минимум 1600, и там бои были на улице многих городов иранских. Однако сейчас, безусловно, он отличается от протестов от 2009 года и от 17-19 года. Сейчас он против самого существования Исламской республики Иран. Этот протест за возвращение Ирана к иранскости, к тому, чтобы сбросить режим, поменять конституцию, отбросить революцию исламскую с 79-го года. В этом большое отличие. И в любом случае режим будет слабее, потому что легитимности у него нет. Нет, легитимность закончилась. Если появятся организационные структуры, если иранское общество и иранский политикум оппозиционный сможет структурироваться как-то, если движение сопротивления исламскому режиму будет набирать черты политической организации, тогда у них есть шанс на то, чтобы сбросить режим АЯТОЛ. А иначе скепсиса у вас не убавится по поводу АЯТОЛ. Благодарим вас за эти емкие комментарии. Сергей Данилов, заместитель директора Центра Ближневосточных исследований, только что был с нами.